МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии работает Гульнор Жакен. Сегодня выпуски. Бронзовая медалистка Эльмира Сыздыкова получила от Федерации греко-римской вольной и женской борьбы престижный автомобиль. Какие еще подарки ждали медалистку? Кардиологическая служба на высоте. Медики Караганды подарили вторую жизнь маме двоих детей. Старейшее высшее учебное заведение Караганды отметило начало учебного года. В Карагандинском техническом университете наградили лучших профессоров и поздравили первокурсников. И вначале о происшествии. Четырехлетний ребенок погиб в микроавтобусе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС. Несчастный случай произошел 2 сентября в 13.00. По адресу улица Муканова, 24, горел автомобиль марки Volkswagen Transporter. К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области. Прибыло 2 единицы техники и 8 человек личного состава. На место выехало аварийно-спасательное подразделение ДЧС. Пожарная служба подъехала. Выехал в 13.09. Тушение полностью закончили в 13.20. Общая площадь горения была 10 квадратных метров. После улучшения пожара в автомобиле, который сгорел, обнаружил труп ребенка 2012 года рождения. Сейчас в данный момент причина пожара устанавливается. В 13.11 на станцию скорой помощи с адресов Сатыбалдина-2 и Смуканова-24 поступил звонок о том, что легковая машина горит и в ней находится ребенок. Скорая немедленно выехала, бригада врачей. По приезду уже ребенок, конечно же, уже был мертв. Машина уже отгорела. Двое мужчин там еще находились, которые пытались открыть машину. Им была оказана первая медицинская помощь. У них были термические ожоги кисти руки первой и второй степени. И у второго мужчины ожоги первой степени лобной области. Всем им оказана первая медицинская помощь. Также психолог прибыл и оказывает помощь матери ребенка. Государственный язык, бич чиновников и акимов. Рекламные вывески и баннеры пестрят ошибками. Устаревшие названия городов и сел вызывают нарекания жителей. Эти и еще несколько проблемных вопросов касательно изучения казахского языка обсудили на брифинге в региональном центре коммуникации. Злободневным вопросом на брифинге стал государственный язык. По словам спикеров, знания казахского языка хромают как в областном акимате, так и в судах, предприятиях, бизнесе и других структурах. Посещать бесплатные курсы КАЗ-тест хотят не все. Если человек хочет расти, карьерный рост приеме в государство, то он должен знать язык. И просто, как и врачи, когда проводили географическое тестирование, многие проходили, получали, подтверждали свои знания на уровне, а теми на два, сегодня этого недостаточно, сегодня надо подтвердить среди, выводить на определенные. Или с один и кружу в сроке. Не секрет, что почти все совещания в госструктурах проводятся на русском языке. Вступительная речь на государственном языке не в счет. Как бороться с этой тенденцией, не знают даже в Управлении по развитию языков. Специалисты, как вы скажете, с каждым государственным опытом этих не много, получается, пропускают занятия. Бывает такое, да? Бывает, ну, срочно надо помнить, ну, в этих случаях, конечно, пишем письма руководителям. Злостные, конечно, нарушители, если один болезнь, они получают только справку, они не получают с этих реклам. Некачественная реклама с ошибками на государственном языке не хочет покидать билборды и вывески карагандинских торговых домов и предприятий. Сотрудники Управления языков периодически выходят в рейды. Однако, несмотря на проверки и многочисленные предписания, владельцы не спешат устранять нарушения, а некоторые просто становятся жертвами недобросовестных компаний и переводчиков. А.М. Амрина Жаслама Кулбеков, Александр Цирикидзе, 1-й карагандинский. В Караганде наградили олимпийского призера Эльмиру Сыздыкову и ее тренера Владислава Сутармина. Церемонию вручения памятных подарков провел председатель Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Карагандинской области Асалбек Дюссибаев. Бронзовая медалистка получила от Федерации престижный автомобиль. А.М. Также Эльмиру вручается сертификат на сумму 1 миллион цинге и благодарственное письмо от Федерации борьбы. Ваши аплодисменты. За успешное выступление на 31-х Олимпийских играх руководитель Карагандинской Федерации вручил спортсменке ключи от автомобиля Тойота Королла. Помимо автомобиля Эльмира Сыздыкова получила от Федерации материальное вознаграждение в сумме 1 миллион цинге, а ее тренер Владислав Сутармин – 3 миллиона цинге. Так как я не привязана к одному залу, мы ходим от зала в зал, а там у каждого зала есть свои тренера, они тоже несли большой вклад. Спасибо им, спасибо нашим врачам, нашим психологам. Со мной два психолога работают. Всем большое спасибо. Спасибо нашей Федерации. Большое всем спасибо. В церемонии, посвященной честствованию бронзового призера, участвовали ветераны спорта, видные деятели и заслуженные тренеры Нургазы Жаралгапов, Александр Мацек и Осип Мамцелидзе. На протяжении всего мероприятия они поздравляли молодую чемпионку с историческим достижением и желали дальнейших успехов. Мы очень рады, что в эту копилку нашей сборной наша Карагандинская область, наши спортсмены Карагандинской области, в том числе и наша Федерация, которой мы развитием, которой мы занимаемся, внесла достойный вклад. И этот вклад внесла наша Эльмира. Стоит отметить, что ранее Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков за спортивные заслуги и достижения на Олимпийских играх в Рио подарил Эльмире Сыздыковой автомобиль Тойота Камбри и ключи от квартиры в центре города. Асель Сазымбаев, Александр Терекидзе, 1-й Карагандинский. Официально купальный сезон завершен, однако спасатели не теряют бдительность. Периодические рейды вместе с полицейскими стали элементом ежедневной работы. О деятельности жесткозганских спасателей на Кенгирском водохранилище наш следующий репортаж. С начала купального сезона на водоемах области утонуло 18 человек, в том числе 10 детей. Именно дети, особенно те, кто купался без разрешения родителей, стали объектом пристального внимания со стороны спасателей. Поиск нарушителей домашнего распорядка не заставил себя долго ждать. Эти ребятишки решили воспользоваться последними летними днями и отправились поплавать на Кенгирское водохранилище. Однако были вовремя остановлены. На этот раз спасатели решили не сообщать родителям. Проведя профилактическую беседу, детей отпустили домой. В департаменте по чрезвычайным ситуациям искренне надеются, что с началом учебного года детей на пляжах станет меньше. Во время рейда с отдыхающими проводились беседы о мерах безопасности. Спасатели им вручили памятки о правилах поведения на воде. Кстати сказать, именно профилактическую работу в управлении по ЧС считают главной. Недавно произошел случай, при распитии спиртных напитков утонул молодой человек. Так что прошу жителей города Жасказгана и гостей не употреблять спиртные напитки. При утроплении вообще запрещается купание. Не купаться в незнакомых местах. Казалось бы, это элементарные правила. Не купаться в незнакомых местах, не употреблять алкоголь, следить за детьми. Но именно несоблюдение этих правил и становится главной причиной всех несчастных случаев на воде. С наступлением осени отдыхающих на пляжах становится все меньше. Однако спасатели не уменьшают бдительность. Андрей Тенн, Александр Царикидзе, 1-й Каргандинский. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Роженица из Караганды перенесла пятичасовую операцию с остановленным сердцем. Кардиологи Караганды совместно с коллегами из Республиканского национального кардиохирургического центра подарили 30-летней Ольге Пузыревой вторую жизнь. Ольга Пузырева – мама двоих детей. Своего второго малыша, дочку Валерию, она родила совсем недавно, 22 июля. Роды прошли успешно. Никаких осложнений после родовой период не предвещал. Однако после выписки домой на 12-е сутки Ольга почувствовала недомогание. Почувствовала себя плохо. Старшему я сказала, Данил мне плохо. И сама потеряла сознание. 13-летний сын Ольги Данил не растерялся. Он вызвал скорую помощь и соседку. Врачи госпитализировали роженицу в отделении реанимации. Женщине поставили диагноз «прогрессирующая сердечная недостаточность» и «отслоение аорты». До операции даже на скорой я себя вообще не помню. Сейчас уже и реанимацию-то плохо помню. Так лица только медсестер, врачей там. Операция состоялась 5 августа. Она длилась более пяти часов на остановленном сердце. Ольге сделали протезирование, в сердце вживили клапан. Специально для проведения операции прибыли врачи из Астаны. Совместно с карагандинскими врачами они совершили чудо и подарили Ольге вторую жизнь. Смертность при расслоении аорты, особенно когда повреждается все слои аорты, она достигает от 80 до 90%. И 50%, половина почти пациентов, умирает на догоспитальном этапе, в домашних условиях или на этапе транспортировки. Молодую маму уже выписали домой. Ольга приступила к своим материнским обязанностям. Правда, кормить грудью малышку ей уже нельзя. Однако она счастлива, ведь жива и может видеть своих детей каждый день. Я очень благодарна бригаде врачей из Астаны, которые приехали, меня прооперировали. Нашему центру это также очень благодарна. Они вообще молодцы, мне они очень понравились. Реанимационное отделение, кардиологическое отделение. Лечащий врач очень хороший был, отцов Сергея Викторовича, ему благодарна. Девочки, медсестры, все молодцы, все ухаживают хорошо, прям внимание оказывали хорошее. По словам медиков, операция такого плана была сделана впервые молодой женщине. Ранее подобным операциям подвергались пожилые пациенты. Поэтому Ольге очень повезло. Также врачи добавили, что данный случай является наглядным примером, когда современная хирургическая помощь позволяет избежать летального исхода. Аем Амрина Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Альма-Матер главы государства. Карагандинский государственный технический университет отметил начало учебного года. Почетными гостями праздника стали представители корпоративного университета, клуба выпускников и совета Аксакалов. Семья известного скульптора, почетного жителя Караганды Анатолия Белыка, стала почетными гостями на празднике Дня знаний. В главном корпусе состоялась презентация композиции металлургов, которую подарили родственники скульптора. А это вот сюда в музей. Так что еще раз громадная благодарность вам за очень мудрое решение. Если бы они пошли по пути практической реализации, то могли бы на этом они заработать немалые деньги. Но вот зов сердца, преданность университету и уважение к многотысячному коллективу. Среди почетных гостей и темиртауский металлург, соратник президента Куаны Шамашев. Он высоко оценил душевный порыв семьи скульптора. Известный скульптор Анатолий Петрович Белык, его семья, дети, супруга проявили свои самые лучшие душевные качества. Они установили скульптуру Нурсултана Абишевича здесь, в университете. Кроме скульптуры президента, они установили две дополнительные композиции. Очень красивые работы. Все это доказывает то, что наши деятели искусства, наш народ высоко оценивают труд главы государства. Праздничные мероприятия продолжились на площади перед университетом. Традиционным стало возложение цветов к памятнику основателя учебного заведения Аблкасы Сагинову. Карагандинский государственный технический университет – одно из старейших высших учебных заведений нашего региона. Большинство нынешних руководителей крупных промышленных предприятий учились именно здесь. В стенах политехнического института обучался и глава государства. Мы гордимся тем, что здесь учился глава государства. Мы гордимся тем, что Карагандинский политех стал базой для дальнейшего перспективного роста нашего выпускника, который сегодня превратил Казахстан в узнаваемую в мире страну. День знаний – отличный повод для награждения лучших. Отраслевыми нагрудными знаками Ибраил Тенсарин награждены пять научных работников университета. Не обошли вниманием и первокурсников. В новом учебном году студентами КарГТУ стали 12 обладателей школьных золотых медалей. Им вручили памятные пакеты первокурсников. Андрей Тен, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области зарегистрирован более 4,5 тысяч ВИЧ-инфицированных и порядка тысяч больных СПИДа. Наш регион по-прежнему находится на третьем месте в республике по данным показателям. Как борются с этой болезнью врачи областного центра по профилактике СПИД? Какие методы и приемы они применят в своей работе? Расскажет Айма Мрина. Единственный способ снизить темпы эпидемии ВИЧ-инфекции является активная профилактическая работа, говорят специалисты. Просвещение людей о чуме 21 века должно быть повсеместно, как в учебных заведениях, так и в социуме. Мы провели уже такие мероприятия, как, во-первых, организовали мультидисциплинарную команду. Мультидисциплинарная команда – это лица, сами живущие с ВИЧ, которые уже получают это лечение, которые хорошо чувствуют. Плюс, значит, вновь пришедших мы привлекаем. Здесь же работают психологи, здесь же работают наши врачи. Ежегодно в области умирают десятки, а то и тысячи ВИЧ-инфицированных. Сам вирус не опасен, говорят врачи. Он может жить в организме человека до 30 лет, никак себя не проявляя. Смертельна последняя стадия – СПИД. Иммунная система разрушается, появляются онкологические заболевания. Главное на ранней стадии выявить наличие вируса в организме. Анонимно и бесплатно это можно сделать в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД. ВИЧ-инфекция – это такая болезнь, от которой никто не застрахован. Это может быть следствием твоих непродуманных поступков, и каждый должен нести ответственность за собственное здоровье. Сдать анализы на ВИЧ можно также в Тимиртау, Балхаше и Жасказгане. Врачи и волонтеры намерены провести в ближайшее время две широкомасштабные акции. В рамках этих мероприятий мы планируем проведение конкурсов. В сентябре это конкурс рисунков среди школьников «Будущее без ВИЧ». И в ноябре-декабре это конкурс среди журналистов по таким категориям, как среди фотокорреспондентов, среди телеканалов и также среди газет. Конкурсные материалы за два последних года принимаются до декабря. Их нужно направлять по адресу улица Анжерская, 37, или на электронную почту, которую вы видите на экране. А.М. Амрина, Жаксалакнуртай, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Еще об одном. 10 сентября в Астане пройдет церемония награждения победителей национального конкурса «Мириля-от-Пасе» с участием главы государства Нурсултана Назарбаева. В этом году в честь и представлять Карагандинскую область удостоена семья Раковых из города Караганды. Семья Раковых – это династия спортсменов-дзюдоистов. Глава семьи Сергей Капитонович – тренер школы высшего спортивного мастерства, заслуженный тренер. Вместе с супругой Екатериной Ивановной он воспитал четверых сыновей, каждый из которых достиг значительных успехов в спорте, а сын Максим представлял нашу страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Для развития дзюдо в Караганде супруги Раковы организовали спортивный клуб, где воспитывают новое поколение борцов. Победители конкурса будут определяться по результатам интерактивного СМС и интернет-голосования, которое пройдет в период со 2 по 9 сентября. Всем жителям Карагандинской области предлагают поддержать земляков. Отдать свой голос за представителей Карагандинской области в национальном конкурсе можно тремя способами. Отправить СМС-сообщение с текстом 10 на номер 6284. Позвонить на номер 8803-83010. Проголосовать на сайте kastube.kyz в разделе «Мерилот-басы» «Голосование». Уважаемые телезрители, если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аманцова Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин